Девушки отдыхают Котвероногий герой нашего ролика провел большую часть своей жизни за решеткой, исключительно благодаря человеческой прихоти. В прошлом году тайским защитникам животных пришла анонимка. Неизвестный благожелатель направил волонтеров в один из районов Бангкока, где, по его словам, томился в неволе несчастный зверь. На них из-за грязной решетки глядел в вознеможении взрослый осамский макак. Как выяснилось позднее, бедолага носил имя Джо. К людям он попал в 1988 году, когда мать обезьяны застрелили браконьеры. До 1991 года примата держали в качестве домашнего питомца, но потом он подрос и перестал быть милым. Именно тогда несчастного макака запихнули в эту вонючую клетку. Целых 25 лет Джо провел, цепляясь за решетку лапами и глазею наружу. Дети развлекались, швыряя в его клетку мусор, а по ночам тут шастали крысы. Спасателям пришлось идти на поклон к хозяину обезьяны, так как местные законы им тут были не помощниками. К счастью, людям удалось выкупить примата у жестокого владельца. Когда волонтеры вытаскивали Джо из клетки, то поразились слабости взрослого макака. Он почти не двигался, привыкнув за десятки лет сидеть, сжавшись в комок. Основатель общества защиты животных Таиланда говорил, что за все 17 лет своей работы в этой области не видел более жуткого случая. Четверть века несчастная обезьяна провела за решеткой в грязной вонючей клетке. Попав к спасателям, вызвленный из заточения зверь, начал постепенно восстанавливаться. Он обожал плескаться в ванной, ел с отменным аппетитом, но на ноги встал далеко не сразу. Слишком отощал и ослаб в заточении. Страшно представить, что без вмешательства сердобольных добровольцев макак так бы и умер за решеткой, проведя все свои годы в одной и той же старой клетке. Жуткая судьба. Ну а самоотверженному поступку спасателей остается лишь аплодировать. Надеюсь, эти люди смогут благодаря своим усилиям изменить ситуацию в стране и спасти еще много животных. Дорогие друзья, если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на наш канал, где найдете еще много интересного. И не забудьте нажать на колокольчик и оставить комментарий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!